Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Бубнова, и врач-психотерапевт Алексей Зотов. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте, Елена! Здравствуйте, уважаемые телезрители! У нас прямой эфир. Телефон в студии 202-11-22. Звоните, предлагайте свои темы или высказывайте свое мнение. В прошлый раз мы с Алексеем обсуждали, стоит ли или не стоит ввести подарки в детский дом. Может быть, у вас есть какое-то мнение за или против продолжения нашей прошлой программы, или у вас какая-то своя предновогодняя проблема или вопрос. Звоните. Да, может быть, вообще стоит или не стоит нам друг другу дарить подарки. Это, в общем, может нас друг друга как-то развращать, наверное. Ну, мы начинаем ждать подарков друг от друга, говорить, а что ты мне подаришь в следующий раз, ждать что-то более дорогое, может быть. Ну, в общем, это такая сложная тема, да. Пока мы ждем звонков от наших телезрителей, может быть, есть что-то добавить к нашей прошлой программе? Нам не хватило немного времени, и как-то у нас перетекло обсуждение за эфир. Ну, на мой взгляд, по крайней мере, мне разговора хватило, но люди, которые, как это, встречались на пути потом, ну, очевидно для меня было, что у них разные мнения, ну, и мы что-то обсуждали. Вот. Я не знаю, я, может быть, не вижу сейчас необходимости продолжать эту тему, если только, ну, кто-то из зрителей, из наших, да, не захочет найти в этой теме какой-то разворот. Ну, потому что иначе она может такой быть достаточно абстрактной, да. Вот. Я сегодня, думая об эфире, вот у меня часто бывает так, что я вот прихожу, сажусь в это кресло, и, в общем, думая, о чем мы сегодня будем говорить. Ну, на самом деле, это все время для меня вызов, это неожиданная ситуация, потому что это прямо противоположно моей работе. Когда человек ко мне приходит, обычно, ну, чаще всего я не думаю, о чем мы будем говорить. Ну, конечно, у вас есть возможность послушать, да? Ну, да, или человек принесет, или у нас есть какое-то продолжение, скажем так, какая-то тема, какой-то вопрос, которым мы занимаемся в течение определенного времени. Кстати, вот этот момент очень интересно можно развернуть. Вот часто ко мне приходят люди, и, может быть, кто-то из наших зрителей об этом знает, но они приходят и говорят, ну, например, это не первый их приход к психологу или к психотерапевту, и они, ну, я говорю, а вот вы уже общались с кем-то из моих коллег, что-то, может быть, расскажете, что удалось, что не удалось, и человек говорит, вот это тоже сейчас расхожая фраза, мы проработали... Да, я хотела сказать, можно я угадаю, потому что тоже с этим сталкиваюсь. Как раз у меня была версия, мы это проработали, можно в это не заходить и не заглядывать. Да, то есть это интересно звучит, как будто вот на этом фронте мы чего-то, ну, они, человек, который пришел, и там специалисты, они чего-то проработали, вот это слово, проработали. Пример могу даже привести. Давайте. Несколько лет тоже у меня было на консультации, ну, пусть будет мужчина, и он говорит, я вот проработал обиду на своих родителей, благодаря их перед фотографией, там, на протяжении месяца. Это вот как пример, да, мы не касаемся родителей. У нас звонок, Алексей. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Как вас зовут? Ниля Анатольевна. Нина Анатольевна, да? Нили. А, Ниля Анатольевна. Да, добрый вечер, Ниля Анатольевна. Добрый вечер. Спасибо, что вы слышите меня. Вы понимаете, вот у меня сын, да, он работает, и его работа связана с командировками. Вот. Ну, характер, ну, в общем, как бы 50 на 50. Бывает нормально, но вот как только он начинает собираться, значит, с этим, с чемоданами, с сумками, с документами, он настолько становится нервный какой-то, агрессивный, ничего ему не скажи, невозможно даже ему что-то посоветовать. Он даже может вырукать, понимаете, чтобы я вообще замокла и не лезла вот в эти его дела, понимаете? А в какие, Ниля Анатольевна, ну, в какие дела он не хочет, чтобы вы лезли? Ну, просто, ну, я, например, могу там посоветовать что-то ему взять, если он едет на север, чтобы потеплее что-то взять, правильно? Ничего невозможно сказать. И в конце концов, значит, когда он уже вот собрался, понимаете, вот, не посидеть на минуточку, как бы. На дорожку, да? Не скажет, никакой рейс, никакой вагон, ну, ничего. Да какие поцелуи, даже этого вообще не может быть вообще. Пока-пока и все. Вы представляете? И это вот уже который год езжегодно. И по несколько раз в год вот такой кошмар. Ниля Анатольевна, а как он возвращается, ваш сын? Возвращается с удовольствием. Все нормально, возвращается, все нормально. А сколько лет ему? Ему 45, он холостой. Вы живете вдвоем с ним? Вдвоем. А уезжает он как надолго? На месяц, на два? Это вахта какая-то? Да, вот летом на три месяца уезжает. И, скажем, вот другой аспект. Он уезжает, скажем, отдыхать, да? Так. На курорт, предположим. Приезжает, вот как будто он на береганку съездил. Никаких у него ни амбиций, ни хороших, ни плохих. Молчит и все. Вы у него спрашиваете, как ты съездил, что там было, да? А он как-то... Ну, он отмалчивается. Ну, там фотографии там покажет, там в телефоне какие-то фотки. Ну, вот так, чтобы вот он веселый там был, понимаете? Ну, вот как обычно, обычные люди, ну, это просто... Я не знаю. А ваш сын был-то таким вот веселым, как вы, ну, хотели бы его видеть? Такое когда-то было? Да, со всеми друзьями он разговаривает очень весело в своей комнате. И смеется, и все-все-все. Вот. Такое отношение вот, ну, как-то между вами, между вами как-то сложилось, да? У него с друзьями по-другому все. Ну, он ему все может рассказать. Все-все-все. Вот я же немножко прислушиваюсь, да? Вот. И все у него прекрасно, нормально. Ну, вот со мной вот такие дела. Я не знаю, я даже не знаю, с какой стороны к нему подойти, как бы, вот так, морально. Какой-то он вот как пружина, что ли, в нем. Вот так вот. Нелли Анатольевна, а еще вопрос. А вы сама себе такое поведение сына как объясняете? Ой, ну, как, как? Ну, я не знаю. У вас же есть, наверное, какое-то, ну, понимание, какое-то объяснение самой себе, вот почему мой сын так, ну, так общается, так себя ведет. Как-то я что-то про это думаю. Вот что вы думаете об этом? Ну, вот такого прям вот разговора не было. Ну, он может отмолчаться, ну, почему ты так вот, почему ты так себя ведешь? Ну, это он не объясняет свое поведение. А когда кто-то нам что-то не объясняет, у нас появляются свои какие-то мысли, свои идеи. Вот есть ли у вас свои идеи по поводу того, почему, в связи с чем? Абсолютно нет. Нет идей? Нет. Ну, хотя бы какие-то, ну, не знаю, он там испортился характер или там, я не знаю, ну, мало ли, как-то это. Да, ну, он здоров, в общем-то здоров, вот, эпидемия его как бы обошла, он, у него отрицательные тесты, все, вот, там кое-кого из его учащихся, студентов, я знаю, и они, ну, нормально, я понимаю, что нормально, общение, все, вот. А его, да, его... Он расскажет. Связь, связь, связь вы имеете в виду с женщиной? Ну, да, да, он может это сказать. А почему у него в семье не сложилось, как вы думаете? Опять же, не то, что он говорит, а то, что вы думаете по этому. Ну, ваш сын... Ну, так вот получилось, как-то после института он закончил политех, вот. И как-то вот с работой здесь он оставался, с работой у него плохо, и несколько лет было очень плохо без работы. В общем, пережил он, конечно, много отношений отрицательных от начальства, от всего. Ну, и вот, наконец-то он, значит, устроился, там друзья помогли. Ну, вот и командировки, понимаете? И вот, как только вот собираться, мне уже дурно, плохо, что сейчас слово не скажи, но я не буду повторяться. Ну, да. Вот такие дела. Да. Только вы можете, ну, хоть, хотя бы один какой-то, ну, какой-то, ну, я не знаю, действия ли, слова ли какие, чтобы он, ну, не дерзил, понимаете, не ругался. Вот такие дела. Ну, Илья Анатольевна, а вы пробовали с ним поговорить, вот как раз на волнующую вас тему, рассказать о своих переживаниях, там, или о своем желании, что вам хочется каких-то доверительных отношений и, возможно, что-то знать о его жизни? Ну, я, конечно, говорила. Я говорила под хорошее настроение только, под хорошее. Вот. Могла бы сказать, он или отшутится, или промолчит, или скажет, не умничай. Вот так вот. Вот так он и скажет мне. Ну, вот, вот и все. Спасибо за звонок вам, Нелли Анатольевна. Мы попробуем сейчас что-то обсудить с Еленой, может быть, с нашими зрителями еще кто-то присоединится к этому разговору. Да, мы можем обратиться к нашим телезрителям. Если у вас есть какие-то версии, почему вот так складываются отношения между мамой и сыном, взрослым сыном? Ну, может быть, кто-то из вас в такой же ситуации, но в другой роли. Например, вы мужчина, которому 45, 44, 46, не знаю, 50, 38. Вы живете с мамой. В общем, вы понимаете, о чем говорит Нелли Анатольевна, но и также понимаете, почему она не понимает, почему отношения не складываются. Ведь мы, ну, я думаю, ну, я могу, наверное, сказать, что здесь такой интересный момент, интересный, ну, в смысле, наверное, наблюдателя или исследователя, да, коммуникации какой-то, да. Ну, Нелли Анатольевна все описывает подробно, а какой-то мысли по поводу того, почему так складывается, у нее вот, ну, совсем нету, да, то есть нету объяснения. Такой, мне кажется, очень какой-то важный момент. Почему нету... А за объяснением обычно, ну, если я себе что-то объяснил, как говорят психологи или психотерапевты, у меня появилась гипотеза того... И потом я ее проверяю. Потом я ее проверяю, да, тестирую. Я, исходя из своей гипотезы, делаю какие-то шаги. И эти шаги либо подтверждают мою гипотезу, либо, например, ее опровергают, и тогда... Ну, в любом случае, мне ее приходится корректировать. Это гипотеза... Вы можете сейчас какие-то гипотезы помочь сформулировать Нелли Анатольевну? Я думаю, что да. Ну, мы немножко так затягиваем, чтобы... Я затягиваю, чтобы, может быть, люди сейчас, зрители наши что-то позвонили, сказали. Вот. Я пока, не переходя к гипотезам, говорю, какие моменты, какие элементы... Ну, наверное, это кухня немножко моя такая, да. Да. Какие моменты вызвали, ну, если, можно так сказать, определенный интерес, какие-то такие опорные вещи, опорные точки. Конечно, вопрос жизни взрослого ребенка... Неважно, это мужчины или... Ну, не так важно, да. И там, и там бывают трудности. С родителем, может быть, даже не столько с родителями, а с одним из родителей. Ну, там папа не прозвучал, и у меня есть фантазия, гипотеза, что они живут вдвоем. Может быть, даже Нелли Анатольевна и сказала, что они вдвоем. Ну, мужчина... Отец как-то не прозвучал. Есть ли он внутри семьи, ну, в этом доме, или он где-то, ну, например, они в разводе, он где-то рядом живет. Вот, то есть это такая, ну, в общем, история, где вот почему-то близкие люди не общаются, и почему-то сын не идет на контакт. У нас же интересная история, потому что у этого сына есть опыт вот три месяца пожить с мамой вместе, а потом уехать на вахту, я так понимаю, и там три месяца жить без мамы. Вы думаете, это важно? С мамой и без мамы? Ну, у него есть опыт и тот, и другой. Нет, но я имею в виду, вы ведь не говорите, Елена, так, у него... Ну, предполагаем, что он ездит на вахту, как обычно у нас ездит, куда-то, там, где холодно, да? То есть можно сказать, у него есть опыт пожить там, где тепло три месяца, и там, где холодно, да? Или там, где его родной дом, и там, где нет родного дома. Но вы, я думаю, какое-то чутье вам позволяет сформулировать так, что дело в том, что он здесь с мамой, а там без мамы, да? То есть здесь это один фон, может быть, общения, да, или взаимодействия, а там другой. Ну, да, мне кажется, это какой-то интересный такой вот, интересный феномен конкретно вот этой ситуации. Ну, я к чему? Что если бы вот взрослый мужчина, 45 лет, зная, что там несколько месяцев в году, у него есть опыт жития отдельно, одному, и он знает преимущества... Или недостатки. Или недостатки, да. Он возвращается, и он опять совершает вот этот выбор, жить с мамой. То есть не устраивать свою семью, там, отношения какие-то. В общем... И у него как будто бы, вот, ну, я так гипотезу предполагаю, да, вот какая-то злость, вот, может быть, что ли, я не знаю. Какое-то раздражение там, что-то подпитывает это раздражение. Нелли Анатольевна сказала, он раздражен, по крайней мере, у нас есть только одна, да? Когда он уезжает. Когда он уезжает. Когда он возвращается, он чувствует себя по-другому или общается по-другому. Это укладывается в гипотезу? Потому что, ну, вроде бы так, он приезжает к маме и, ну, возвращается к этой жизни, в которой, может быть, есть мама, да, ну, непосредственно в квартире. Ну, он как будто бы возвращается к преимуществам, но в процессе у него накапливаются недостатки этого совместного жития. И как будто бы он хочет вот быстрее вырваться, и участие мамы, ну, почему-то ему вот становится таким неугодным. То есть он уже не хочет, чтобы мама участвовала в его этих сборах, даже дельными советами какими-то помогала, там, напоминала тёплые вещи брать. Как, как? И он торопится, то есть он уже быстро эти чемоданы собирает. То есть он вот... А почему он не хочет, как вы думаете? Алексей, вы психотерапевт, вы мне скажите, почему он не хочет. Ну, у вас тоже есть гипотеза. Я уже вам и так достаточно рассказала. Хорошо. Ну, да, ну, в данном случае я спрашиваю вас как женщину и как маму, да? По крайней мере, исходя из того, что, возможно, вы, вот, зная эту историю так, как мы её все знаем, что-то внутри себя ещё, ну, по-женски находите, по-матерински, да? Как мама, мне сложно судить, потому что у меня сыну в два с половиной раза меньше, чем в нашей истории. Но я точно знаю, что моего сына начинает подвешивать, когда уже вот за какими-то даже дельными советами, вот они становятся избыточными, он слышит вот какую-то такую назидательность, демагогию, или слишком много меня становится в этом. Вот так меня тормозит. У нас звонок, Алексей. Немножко в сторону отставим. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Да, как вас зовут? Меня зовут Ольга Витальевна. Так, Ольга Витальевна. У меня тоже два сына, и я тоже уже в почти одном возрасте. Дело в том, что вот очень знакомая тема, причём эта тема, по-моему, знакома буквально всем матерям. Матерям сыновей? Простают дети. Это очень сложно. А сложно что? Сыновьями, да. Да, это очень сложно. Тем более, что этому сыну 45 лет уже. Я так думаю, что вот мама всё-таки должна встать на позицию сына, подумать о том, а как ему живёт. Вот я мужчина, мне 45 лет, я до сих пор живу с мамой. У меня нет собственной квартиры, у меня нет хорошей работы, видимо, которая могла бы позволить купить квартиру отдельную. Ну как, ну и друзей толком не приведёшь, женщину не приведёшь. Ну всё это очень сложно. И много вообще в жизни проблем у этого мужчины 45-летнего. А тут мама, которая всё время шапку надеет, шапку возьми, носки забыл, ещё что-то такое. Ей понятно, что ей хочется общения. Но нельзя же лезть постоянно к взрослому мужчине. Я бы вот ей сказала, что ей нужно просто замолчать. А как же, Ольга Витальевна, как же тогда? Ну, не лезть со всякими советами, советами, постоянными зудениями. Замолчать, посмотреть на сына внимательно, посмотреть на него, почему он пришёл в плохом настроении. Понимательно, просто приголубь, погладь, приготовь ему обед, отойди в сторону, дай ему спокойно отдохнуть. Не лезь всё время в душу, он же взрослый мужчина, он же не мальчик. Ну и пусть он забудет разок шапку, да? Наверное, не так критично, может быть? Да пусть, конечно, забудет. Уже 45 лет мы шли, пусть забудет, пусть шапки не возьмёт. Купит там шапку, купит там носки. И вообще, он может быть вообще к женщине есть, да, не в командировку. Такая фантазия есть. Ну, любая фантазия может быть, просто не надо всё время взрослому мужчине указывать, как ему жить. Это нельзя, мама уже, ей уже сколько лет, она уже эту жизнь не так понимает, как молодёжь. Ну зачем же лезть вот с травомучениями? И самое главное, мне кажется, что мы просто мало встаём на здоровом мужчины. Надо всё-таки прислушаться, посмотреть и дать ему свободу. Просто любовь, а не нравоучение. А вашим сыновьям сколько, если не секрет? 33-35. Ольга Витальевна, у меня тоже вопрос есть. Задам? Вы ещё с нами, Алло, на связи? Да, я с вами. Вот я бы хотел вернуться, ну, может быть, не очень надолго, но, ну, может быть, вы скажете. Вот вы перечисляли, как будто из позиции этого мужчины, ну, нет женщины там, ну, предположительно, нет семьи, нет своего дома, там, ему приходится заработать. Как он себя чувствует при этом? Вот вы могли бы, предположительно, очувствовать? Я думаю, что он не очень хорошо себя чувствует. Ну, какие там... Поэтому у него и настроение подавленное, поэтому ещё мать, тот зудист, по всему прочему. Какие чувства могут быть? Со всем его проблемам. Какие чувства могут быть? Вот мы знаем, там есть, ну, например, обида, страх, ненависть, жалость. Разчарование. Я вообще... Да. Ну, раздражение, раздражение, это, конечно, и есть страх, и, в общем, и агрессия. Вот раздражение, это то чувство, которое мама... И она это чувство хорошо понимает. А есть ли там, на ваш взгляд, ещё какие-то чувства, которых на переднем плане нету? Мы их не видим, но мы можем предположить, что они в этом мужчине есть. Наверное, агрессия. Ага. Может быть, ещё что-то? Ну, и на весь мир, и на маму. Ну, я считаю, что он неплохой сын. Потому что он всё-таки её бережёт, он не срывается. Есть же мужчины, которые просто там могут и послать, и всё, что угодно сделать. И вернуться. А он всё-таки хороший сын. Спасибо. Спасибо вам за комментарий, Ольга Витальевна. Да, спасибо большое за звонок. Да. Мне очень... Ну, я очень рад, что и благодарен, что Ольга Витальевна позвонила и немножко описала... Она писала или не немножко... Нет, она подтвердила, что она ситуацию как-то изнутри видит, потому что у неё двое сыновей, и тоже достаточно взрослых. Масштаб истории, да. Отношения взрослых детей с родителями. Но у нас, если мы сейчас... Я вот сам с собой полемизирую по ходу, да. Если сейчас смотреть на масштаб, то мы можем историю Нелли Анатольевны просто потерять. Ну, и сказать, что... Ну, вот есть глобальная история. Ольга Витальевна, кажется, очень... У неё есть гипотезы, да. Ольга Витальевна звонит с тем, что... Ну, чем, наверное, отличаются её слова, для меня, по крайней мере, тем, что у неё есть гипотезы, почему сын так себя ведёт. То есть, если у Нелли Анатольевны нет гипотез, или, по крайней мере, она нам не сказала. Ну, наверное, она как-то, может быть, я думаю, с подругами общаясь, они её спрашивают, а что твой там... Ну, да, может быть, она позвонила в прямой эфир, и волнение, оно немножко, да, вот как вы... Возможно, она себя как-то это... Да, потому что я спросил, спросил, почему, ну, что случилось, что у вашего сына не сложилось в семье. Она как-то там усмехнулась так, как будто, когда человек так делает, он... Ну, у него есть какие-то мысли по этому поводу. Но он адресуется какому-то, да, и опыту, и каким-то знаниям, воспоминаниям. Угу. Я пока вклинюсь, мне интересно, и вот она, Илья Анатольевна, я не спросила, а рассказывает ли она о своих личных делах своему сыну, и как он реагирует? То есть вот мы знаем, что с его стороны она не получает, да, но вот предпринимает ли она попытки рассказать о себе? Какая у вас версия? Да, я сегодня психотерапевт, но вы же тоже имеете право на версии. Так же, как и наши зрители. Ну, я думаю, что она пыталась... Говорить о себе. Да. Я думаю, что... Не знаю, о чем это было содержание, но думаю, что она пыталась говорить о себе. Я думаю, что... Нелли Анатольевна говорит о том, что она пытается этот мост строить. Я думаю, что она тоже о себе говорит. То есть пытается как-то сына вовлечь в этот разговор. Но почему-то сын отказывается строить эту коммуникацию, этот мост, и общаться с мамой. И я вот думаю, что... Тут такой интересный для меня момент, что с одной стороны... Ну, здесь это пример и желания, и нежелания одновременно. Вот я поясню сейчас, да. Наверное, с двух сторон, но может быть со стороны сына. То есть он одновременно и желает, и не желает общаться с мамой, и одновременно возвращается, как вы заметили, да. Там, может быть, как Ольга Витальевна заметила, да, что он приходит. То есть... Но он с хорошими чувствами возвращается. То есть он рад встрече. То есть когда он отдыхать ездит, он возвращается, как будто на безымянку съесть. Мы не знаем, какие... Чем спровоцированы его чувства, когда он возвращается. Может быть, он возвращается немного другим. Ну, как Гагарин, который вернулся на землю, на мать-землю. И может быть, он возвращается, потому что он заработал там денег, и вот он свою мужскую как-то самодостаточность реализовал. То есть он как добытчик возвращается. И тогда у нас... Да, и тогда у нас такая интересная картина рисуется, что пока он живет с мамой, он потихоньку становится младше, потом уезжает. Регрессирует. Ну, я избегал этого термина. Ну, я его назвала. Вы психотерапевт, вы избегаете. Я нет, я называю. А потом, когда он уезжает туда, он немножко становится больше мужчины. И вот это вот такой колебательный контур, колебательный процесс, где ему уже надо ехать и собираться. И, в общем, мама, наверное, как-то очень хорошо чувствует, может быть, не отдает себе отчет, но она относится к нему как к ребенку, который, ну, собирается на горку. По сути, ее задача сохранить в нем взрослость, когда он живет вместе с ней. Я не знаю, ставит ли она такую задачу. Мне кажется, что она ставит немножко другую задачу. Она ставит задачу того, что ей, возможно, одиноко, и ей, возможно, не с кем поговорить. Спасибо, Алексей, за сегодняшнюю беседу. А, вот так вот, да. До свидания. Всего доброго. Берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok